Уважаемый народ Казахстана, мы вот инвалиды собрались около ДВД. Мы по поводу у нас собрания нашего соотечественника, инвалидов первой группы по зрению, Павла Табаевича, незаконно задержали перед праздником Нового года. Поймите, пожалуйста, вот опять у нас все беззаконно. Почему люди на митинги выходят от беззакония? Все сидят, многие люди в проголоде, без работы. А этого старика задержали из-за того, что пионерский лагерь был продан его руками. Это так не было. Во-первых, пионерский лагерь принадлежал Карасайскому району Каскелену. Он ее никак не мог продать. Это было 23 года тому назад. И это дело решили в этом году ворошить ради того, чтобы посадить человека невинного. Он был уже в свое время осужденный. Был наказан по своему меру. Но два раза его не судят. И, во-первых, в 2014 году, 19 августа, вышло постановление МВД РК Казахстан, что инвалидов не должны садить, по 530 статье не должны садить за решетку. Вот опять-таки, все-таки следователи нарушают правила, нарушают законы нашей Конституции. И вот что делать? Говорите, почему вы беззаконие устраиваете? Касым Жамар Кемелович, как нам не выходить на митинги, если полное нарушение идет? Люди без работы, люди в проголоде сидят. Инвалидов никто не вспоминает. Вы на 2021 год инвалидов пособие добавили, даже трех тысяч не вышло. Это что, нашим инвалидам кости бросили? Мы что, собаки? Или как с нами вы обращаетесь? Нас на работу не берут. Наур-Узбаев Алмат Собиджанович всем указал, чтобы кто высказывает свои права, говорит всю правду, их на работу не брать. Он, общество слепых, превратил свою собственность. Мы инвалиды. Вот среди нас у нас и афганцы, и вновь ослепшие слепые есть. Никто у нас не работает, сидим дома, когда можно было работать в центре занятости, и то тоже не берут нас на работу, потому что мы все запрещено, все в одной коррупции. Вы даже не хотите обращать на нас внимание. И не слышим, что вы слышащая страна, что вы нас никак не слышите. Вот поэтому мы пришли около ДВД. Освободить нашего инвалида Байбулла Табайча, который незаконно содержали. Освободить. Давайте хором. Освободить. Немедленно освободить. Требуем по 530-й статье. По 530-й. А то мы все будем призывать всех на митинги. Вот народ, слышите нас? Беззаконие везде. Беззаконие. Немедленно освободить. Немедленно. Немедленно освободить. Немедленно. Пожилой человек. Все это было сфабриковано. Помимо Донаврусбаевым. Неужели нет никакой справедливости? Требуем немедленно освободить. Немедленно. Оскар, давайте. Азик, азик. Немедленно освободить. Ну-ка, что она меня. Освободить. 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 Требуем освободить Аблокирова. Так как он является инвалидом, у него еще было сделано шунтирование сердца. И больных людей, согласно 530-й статье, так как он является инвалидом первой группы, он не может обходиться без посторонней помощи. В таком случае, получается, с ним должны были посадить и его помощника. А где же тогда это беззаконие? Это же беззаконие то, что сажают инвалидов. Сами же работники ДВД, все это работники прокуратуры, следственные органы, они же нарушают приказ своего вышестоящего начальства. Это о чем говорит? Это говорит о том, что на всех местах действует беззаконие. И они же не подчиняются своему вышестоящему начальству. И мы требуем освободить Аблокирова. Никаких условий нет для содержания инвалидов. Коногатов лично, Коногатов посадил его. Освободить инвалидов. Освободить, Бабутабайчин, немедленно. Освободить, требуем освободить. Освободить, требуем освободить инвалидов первой группы по зрению. Освободить. Освободить, требуем освободить Аблокирова. Требуем освободить Аблокирова. В одной статье нельзя сажать вторично. Тем более он его вторично сажает. Его незаконно посадили, да. Отбыл свое наказание. Освободить, освободить. Здоровья нету, освободить его немедленно. Мы просим инвалиды все, чтобы его освободили. А то, что это Алмат Хаурусбайр, это он сфабриковал дело. Из личной мести и, как говорится, личной неприязни. Во-первых, под Новый год тут же эти следователи, конечно, получили баснословные деньги, которые принадлежат инвалидам. Вот что делается. Это просто так не посадили. Это наши деньги. Конечно, все за деньги садят. Где вы слышите сейчас страна? Касым Жамарт Кемелович, где вы нас слышите? Ничего вы не слышите. И так же это будет коррупция продолжаться. Чистая коррупция. Народ, вы поймите, это везде так. Будет так и есть. Наш Казахстан самая отсталая страна. Потому что нет демократии. Некому защитить инвалидов. Некому защитить, не только инвалидов, вообще весь народ, который проживает в нищете. Все аулы там вообще бросили, как говорится, ели на выживание. Отпустить по 530-й статье. Отпустить, просим, отпустить. Освободить. 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 Громче всех урон, давайте слушать. Освободить. Освободить. Инвалида первой группы. Освободить. 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 Пребуем освободить Аубакирова. Пребуем освободить Аубакирова. Пребуем освободить Аубакирова. именно он сфабриковал Салмат Собиджановича нашим с глупым человеком он без взятки это все не обошлось это действительно так мы ссылаемся на все конституционные права, на пункты которые 530 пунктом решено в 2014 году 19 августом требуем освободить инвалида первой группы требуем немедленно нет здоровья у него нельзя таких людей держать освободить освободить